А развлечайте или подтвердите этот миф о том, что Лукашенко якобы давно хочет заменить Путина после его смерти или свержения, и поэтому Путин его на самом деле ненавидит, хоть и вынужден с ним постоянно обниматься при встрече? Лукашенко хочет, может быть, даже вернее хотел, и здесь я не буду отрицать, он хотел этого, начиная еще с 1994 года, когда он единственный раз был избран президентом страны, и он мечтал заменить стареющего, умирающего Ельцина, и это была его интенция, и именно поэтому было создано сначала Содружество, потом Союз, потом Союзное государство Белоруссии и России. И мы помним, как он там пил водку с Ельциным и целовался, это была его мечта. От этой мечты он не отказывался никогда, безусловно, где-то в закромах его, ну, скажем так, хочется сказать, души какой-то, ну, ладно, вы представили меня как бывшего министра культуры, поэтому буду осторожен в выражениях, да, в закромах где-то внутри у него есть такое желание, но я думаю, что он сегодня реалист. Вряд ли это возможно, вряд ли это позволят российские олигархические и политические, и элиты, связанные с безопасностью, служб безопасности ФСБ, Министерство обороны Российской Федерации, но, еще раз говорю, если вдруг к нему придут с таким предложением, он будет прыгать от счастья, хотя прыгать он уже не сможет, это одна из причин, почему вряд ли это реально, потому что у него проблемы со здоровьем, у него проблемы с ногой, и он сам это признал. Мы часто об этом говорили, помните, говорили, кто-то спекулирует, а ведь реально он же признался, что да, ему необходима операция, а проблем-то еще больше, это и позвоночник, это и сахарный диабет, это и почка, то есть проблемы накатываются. Сегодня такого правителя захочет ли в России как транзитера, ну, не знаю, не думаю. Поэтому, еще раз говорю, сейчас этот сценарий нереален, но то, что у Путина были всегда к нему подозрения, что желание такое есть, безусловно, и это определяло его нелюбовь к Лукашенко. Кстати, Лукашенко совершил еще ошибку, помните, когда была история с Пригожиным, и он попытался доказать российскому обществу, что только благодаря ему Россия была спасена от пожара, что именно благодаря его телефонному звонку Пригожину и гарантии, которые он дал Пригожину, ну, что стоят его гарантии, мы всегда, мы с вами уже увидели, да, только поэтому Пригожин остановился и не пошел штурмовать Москву. Поэтому Путин тогда тоже очень плохо это воспринял и дал понять это Лукашенко, он не встречался с ним, не разговаривал там практически месяц, полтора, два, я уже не помню сколько. Это был четкий месседж. Мы к Лукашенко еще вернемся, не могу с вами не обсудить события, которые развиваются на территории Российской Федерации. Официальный Киев признал, что это операция украинских военных, и сразу возникает вопрос, ну, а найдется ли сейчас кто-то, по вашему мнению, кто воспользуется, скажем так, паникой, воспользуется недееспособностью Путина, потому что, ну, очевидно, за его слабости сейчас следят не только в Украине, не только на Западе, но и в середине России. Каким политическим процессом может привести сейчас военная операция Украины в Курской и Белгородской областях? Я думаю, что мы можем констатировать с определенной степенью уверенности, что в России есть внутриполитический кризис. Да, понятно, он не вытекает наружу, это не видно в виде каких-то демаршей отставок по собственной инициативе, отказ выполнять поручения Путина. Но то, что все шепчутся, то, что на кухнях, то, что там, не знаю, в подворотнях, в лесах, на дачах разговаривают о том, что Путин показал свою недееспособность в этой конкретной ситуации, безусловно, это есть. И отрицать этого не будем, такова вообще, в принципе, психология человека, такова и психология любых элит, которые в той или меньшей степени контролируют власть в стране. Поэтому среди элит вокруг Путина есть этот кризис, он даже кризис связан с тем, чтобы найти виновного. Конечно, вряд ли кто-то вслух начнет обвинять Путина, хотя в уме предполагают именно его, но будут обвинять Герасимов, ФСБ, ФСБ будет обвинять Герасимова. Герасимов давал намек, наверное, насколько я понимаю, что виновата ФСБ в том, что позадерживала, поарестовывала, огромное количество генералов посадила в Лефортово, но и в результате кто теперь будет защищать Кемскую область, Курскую область. Поэтому тут конфликт существует между силовыми ведомствами. Поэтому сейчас этот месседж, то, что произошло в Курской области, это месседж элитам, очень серьезным, о том, насколько управляемая система, насколько она эффективная. Это в том числе месседж в российское общество, которое там чуть ли не 90% проголосовало за Путина, ну, при определенной степени фальсификации, но мы все-таки будем реалистами. Большинство-то русских поддерживало Путина, но сейчас как бы также возникает триггерный вопрос. Ведь территория России перешла под контроль Украины, и это серьезный вызов, в том числе российскому обществу. Она же тоже будет искать кого-то виноватого в этой истории. Ну, конечно, обвинят Украину, но а кто же допустил? Кто позволил это сделать? То, что российское руководство вынуждено будет пойти на непопулярные меры, возможно, это мобилизация, скрытая или открытая. Они уже идут на непопулярные действия, связанные с тем, когда они гарантировали, что срочники не будут воевать, а в результате срочники оказались на передовой, сдаются массово в плен, а это уже 18-19-летние. И там у них есть мамы и папы, которые плачут, и которые звонят военкомам, и которые могут поднять определенную общественную волну. Еще раз, я не пытаюсь ее преувеличивать, но вместе с тем эти телодвижения, вот это внутреннее шуршание, оно начинается. К чему оно приведет? Ну, если пойдет мобилизация, значит, это может также спровоцировать внутренний кризис. А можно ли без мобилизации это осуществить? Конечно, сейчас поступает информация о том, что принуждают срочников подписывать контракты, чтобы их уже переводить в эту плоскость, покупать их жизни за деньги. Не все готовы это делать, потому что жалуются своим родителям, и не все мамы готовы это поддерживать. И вот эта проблема, вот когда русские женщины выйдут на Красную площадь, сядут на этой Красной площади, вот тогда мы увидим реально критичную картину. Выйдут они, не выйдут. Ну, это уже, конечно, зависит от их проблемы, но и их решения. Ну, вообще, сама ситуация довольно уникальная. Впервые со Второй мировой войны иностранные войска вошли на территорию России, плюс полностью это наступление, оно сломало всю логику аналитических центров западных, которые не могли предположить, что реально абсолютная военная интервенция на территорию ядерного крупнейшего государства. «Однако имеем то, что имеем». И возникает же вопрос, вот вы косвенно затронули тему, а кто виноват-то, на кого сделают крайним. Потому что, ну, существует версия о том, ну, да, вот там есть отдельные личности, там, например, депутат Гурулев, который говорит, что в Госдуме, что, значит, армия знала о подготовке этого вторжения, вот как можно было, значит, не доложить верховному главнокомандующему. И вот появилась версия, что верховному главнокомандующему, ну, то бишь Путину, не доложили специально, то есть скрыли от него этот факт, чтобы, возможно, как раз его, ну, образно изгубить. Вам какой сценарий кажется наиболее вероятным? То есть халатность и, условно, идиотизм или же умысел создания вот такой кризисной ситуации? В диктатуре главное, что позиционируется, что диктатор не может быть слаб. Поэтому если в данной ситуации мы рассматриваем, что военные действия происходят на территории Российской Федерации, это проявление слабости системы власти, созданной диктатором. Как диктатор в этой ситуации должен реагировать? Безусловно, он не будет рвать на себе рубашку и говорить «я во всем виноват». Но это все работает на более проблемное восприятие как войны в российском обществе, так и на восприятие личности диктатора. Для того, чтобы отвести от себя вот эту критику взоры, пусть там осторожные, из-подолба, ему нужно найти крайний. И эти крайни будут определены. Вопрос только времени. Понятно, наверное, отслеживают все-таки поведение Путина. Вряд ли он делает такие скорпалительные решения. То есть будет какая-то, наверное, пауза, несколько дней, недель, но эти последствия будут. Будет ли это Герасимов, будет ли это кто-то из более низших генералов по званиям, будет ли ФСБ. Ну, ФСБ, конечно же, не будет таким крайним, потому что она выполняла волю же Путина, она согласовывала все решения, связанные с задержанием высокопоставленных генералов Министерства обороны и командования вооруженными силами Российской Федерации. Но то, что стрелочники, ну и не только стрелочники, будут найдены, безусловно. Я не думаю, что здесь можно говорить о каком-то заговоре против Путина или заговоре между двумя силовыми структурами для того, чтобы одна структура доказала другое что-то. Слишком это очень триггерная тема, когда Украина зашла на территорию Российской Федерации. Никто бы не стал бы играть в такие игры, ну слишком это может закончиться печально и плачевно для таких игроков. Друзья, а как вы считаете, станет ли Курская операция концом для Путина? Кто может прийти ему на смену? И вообще ваши мысли, с которыми вы встречаете новости с территории России, оставляйте в комментариях, будет интересно почитать. Это важная тема. Ну и, конечно, поставьте лайк этой беседе. Очень хочется, чтобы большее количество людей увидело наш сегодняшний разговор. Вы затронули тему мобилизации в России. Да, действительно, этот непопулярный шаг пытаются отложить. Повышаются выплаты для тех, кто подписывает контракт. Ленобласть вообще поставила уже новый рекорд, более двух миллионов рублей на разовую выплату. И Путин поднял федеральные расходы на это в два раза. И возникает вопрос, где брать людей. И вот на фоне воинственных заявлений Лукашенко в последнее время, который стягивает из своих военных границ, якобы перебрасывает туда тяжелое вооружение, возникает вопрос, да, не будет ли операция украинская в Курской области той отправной точкой, когда Путин все-таки сможет дожать Лукашенко, чтобы белорусские вооруженные силы приняли участие в этой войне? Не думаю. Лукашенко будет упираться всеми фибрами своей гнилой души, чтобы не совершить этого. И не потому, что он любит Украину или украинский народ. Абсолютно нет. Там нет никакого чувства сострадания, переживания. Он любит в этой жизни только одну вещь – власть. А если он направляет белорусские вооруженные силы, именно военные, на территорию Украины или на территорию Курской области, это риск жертв, последствий в виде гробов, которые будут поступать на территорию Беларуси. А это потенциальный триггер, а значит, это угроза его власти. Поэтому он оценивает эту угрозу более высоко в этом контексте, нежели игру с Путиным. Поэтому он будет стараться играть и выкручиваться с Путиным. Какие могут быть здесь варианты? Ну, во-первых, кстати, нужно понимать, что когда Лукашенко и Путин подписывали военную доктрину, это было в ноябре 2021 года, я прекрасно помню это видео, где Лукашенко сидит по видеосвязи. По видеосвязи они подписывали напротив Путина экран и говорит, «Я подписываю», а Путин ничего ему не отвечает. Ну, махает головой молча. Лукашенко говорит, «Я подписываю, но отвечать будем вместе». Через несколько месяцев, буквально 2-2,5, Россия использовала территорию Беларуси для агрессии против Украины, начав псевдоучение. Поэтому в соответствии с этой военной доктриной Лукашенко должен отправить по просьбе Путина вооруженные силы Республики Беларусь в Курскую область. Но Лукашенко, когда подписывал эту доктрину в страшном сне, не мог себе представить, что может возникнуть ситуация, когда к нему обратится Путин с просьбой отправить вооруженные силы на защиту Российской Федерации. Ну, согласитесь, он точно это не прогнозировал. Да никто не прогнозировал. Это действительно слава украинским военнослужащим Украине. Он думал скорее наоборот, что может быть что-то на территории Беларуси, когда он русских попросит. Хотя мы тоже прекрасно понимаем, что нет ни у кого из партнеров, из соседей западных стран желания вступать на территорию Беларуси, потому что это не соответствует международного права, они этим не занимаются. Но в это он еще мог верить. Но вот сейчас, как выкрутиться из этой ситуации? И он же хитрый жук. Он придумал историю, связанную с тем, так называемым, Всебелорусским народным собранием. И в этом Всебелорусском народном собрании он прописал, в соответствии с Конституцией, с законом о нем, что направление вооруженных сил необходимо, можно осуществить согласие Всебелорусского народного собрания. Я представляю сейчас беседу. Если Путин ему говорит, слушай, дай мне военных своих на защиту Курской области. Говорит, ну, Владимир Владимирович, я не могу, потому что мне надо 1200 человек собрать делегатов Всебелорусского народного собрания. Это какая логистика? Опять же, мне нужно их всех убедить. А по социологическим опросам 85% последних соцопросов белорусов не хотят, не желают, чтобы белорусские вооруженные силы участвовали в войне против Украины. Все. И у него триггер. И он как бы здесь закрылся в домике. Я в домике. Меня не трогайте. У меня Всебелорусское народное собрание, я не могу через него пройти. Чем он может помочь? Вот он может помочь создать эти фейковые истории с якобы дронами, да, с НЛО, которые никто не опознал, летали, не летали, непонятно, придумали, приснулось ему в снег, похоже, что приснилось, да, которых он якобы сбил, да, из бульбомета. Я люблю картошку белорусскую, да, но он, наверное, придумал бульбометы и решил сбивать эти дроны, да, над Могилевской областью. Вот он придумал. И опять же, фейково начал перебрасывать войска. Да, потому что, насколько я понимаю, украинские военные не подтверждают перемещение белорусских вооруженных сил границам с Украиной. То есть он ведет какую-то двойную игру. Он до сих пор находится под влиянием, я думаю, Китая, возможно, Франции, я предполагаю, и они как бы дали ему очень четкие границы, где-то начертили ему красные линии, и он боится это сделать. Но что он делает сейчас? Он не может отправить армию, но он отправил в Ашулук противовоздушную, войска противовоздушной обороны ВВС. Да, это ежегодные учения, но почему ПВОшники ВВС сейчас там? Возможно, они будут защищать какой-то квадрат в Российской Федерации, потому что Украина успешно дронами атакует военные цели на территории Российской Федерации, в различных уголках Российской Федерации. Сил у русских не хватает, соответственно, Лукашенко может здесь помощником быть. Опять же, очень интересно, что вот 12-го, я распечатал 12-го числа, забыл этот, ну, по памяти вспомню, 12-го числа в телеграм-канале, 13-го числа в телеграм-канале Министерства обороны была публикация о том, что подразделения ракетных и артиллерийских войск вооруженных сил Республики Беларусь отбыли на полигон в Российскую Федерацию. При этом полигон не называется. Для чего? Для того, чтобы участвовать в проведении боевых стрель. Вопрос. Каких боевых стрель? Практические учения? Это реальное участие в вооруженном конфликте? Или это просто передача вооружений? Вчера в интервью крупнейшему телеканалу Польши ТФН-24 оперативный командующий вооруженными силами Польши, генерал выступал, и он фактически подтвердил то, что Лукашенко перебросил часть вооружений Российской Федерации. То бишь, я понимаю, что если говорит это оперативный командующий вооруженными силами Польши, он обладает информацией, он же не из прессы ее черпает, правильно? Поэтому Лукашенко, скорее всего, под этим видом может направить войска, потому что это не направление войск на участие в вооруженном конфликте, а это направление на учение, понимаем, это можно, это легендируется, или просто отдает все, он разденется до трусов, он трусы снимет, но только чтобы не пойти воевать. Поэтому он отдаст полностью все вооружение, которое у него есть, и я думаю, что Путин разденет Лукашенко в этой истории, он будет его раздевать. У русских же не только людей не хватает, им не хватает и вооружения. Да, и тут тоже интересно, а что именно может передать Лукашенко? По вашей информации, вот насколько, скажем так, за последние два с половиной года тот же Лукашенко сделал какие-то выводы из-за агрессии России против в Украине, как перестроилась, вероятно, экономика Беларуси для того, чтобы справиться с новыми вызовами возможными, то есть увеличились ли расходы на оборону, как-то изменилась ли военно-промышленный комплекс. Собственно говоря, есть ли у Лукашенко что вообще Путину-то передать? Ну, конечно, территория Беларуси еще хранилась вооружение со времен Советского Союза, огромные склады, которые перманентно распродавались, продавались и экспортировались. Беларусь входила в двадцатку стран по экспорту вооружений. Прежде всего, это было связано с советским вооружением, поэтому очень много уже продано. С другой стороны, второе вымывание произошло, когда русские обратились с просьбой Лукашенко помочь вооружениями для агрессии против Украины. И он передал еще большую часть. Следующий этап, он, конечно, еще до начала агрессии 2022 года, второго этапа, порядка 90 предприятий ВПК Беларуси сотрудничало с ВПК Российской Федерации. Сейчас их количество выросло значительно. Почему? Потому что Россия выделила серьезные кредитные ресурсы на развитие промышленности Беларуси. Конечно же, военной промышленности Беларуси. Лукашенко не раз хвастался, что они там готовы микросхемы производить, что нам западные даже не нужны. Пожалуйста, интеграл. Интеграл, кстати, планирует открытие производства в том числе на территории Российской Федерации. Это буквально недавно была информация. Поэтому здесь объем военно-технической помощи значительно вырос. В ходе последней выставки, которая была в России, связанной с военной промышленностью, было заявлено, что на 100 миллионов долларов было подписано контракт. Ну, небольшая сумма, но опять же, что подается в паблик, а что реально осуществляется здесь, мы можем не обладать с вами информацией. Но мы предполагаем и знаем, уверены в том, что объем военно-технической помощи Российской Федерации значительно вырос. Что касательно оружия, которое находится в распоряжении вооруженных сил или на хранении, на хранении большинство уже передано. То, что на вооружении, конечно, он будет минимально передавать, но еще раз говорю, его будут раздевать. Его будут раздевать до трусов, его будут застрелять. Раз не даешь людей, отдавай технику. И вот эту технику он будет передавать. Удастся ли Путину втянуть Беларусь в полномасштабную войну? Об этом оставляйте ваши мысли в комментариях, друзья. И напоминаю, буду очень благодарен за ваши лайки, для того, чтобы большее количество людей увидело наш сегодняшний разговор. Уверен, вам интересны все новые подробности того, что происходит в России. Для того, чтобы не пропускать ничего, подпишитесь с Дмитрием Гордоном, или Сабацманом в гостях у Гордона. У нас уже 8 миллионов, и хочется, чтобы становилось больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!